В Екатеринбурге, конкретно в нашей родной воздушной гавани Кольцова имени Демидова, бухонькая 29-летняя туристка, намечавшая лететь в турецкую Анталию, до такой степени на радостях нашвырялась, из пьяных шар рассверепела, что пнула полицейскому в форме при исполнении в живот и попала под уголовку. Не, ну попала-то в живот, ну и под уголовку тоже, под 318-ю УК, а это в пиковом случае до пяти лет зоны. Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Екатеринбурга, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. В дежурной части нарушительница порядка, не согласная с действием представителей власти, нанесла одному из сотрудников полиции удары ногой в живот. А начиналась эта отпускная история вполне себе безобидно и даже радостно. Молодая, еще годная 29-летняя дамочка, несмотря на бонусный коронавирусный гемор, сопровождающий заморские поездки, все-таки решилась полететь на берег Турецкой, в курортную и пока еще не очень жаркую Анталию. Прибыла в международный терминал Б аэропорта Кольцово и там начала квасить. Где она добыла топливо, не сообщается. Но в принципе, в ожидании рейса можно успеть накачаться пивом в кольцовских кабачках, можно взять алкашку в дьюти-фри, да можно на крайняк и 100 миллилитров синьки пронести в ручной клади. Короче, туристка в ожидании Анталийского борта выпивала в зале вылета, что запрещено, и курила в туалете, что тоже запрещено. Я курила в туалете Кольцово, и что? И что вы мне сделаете? Я хочу курить. Вот реально, я уже не могу, я отдохну сейчас. Можно мне пойти покурить, а потом я напишу нормальный протокол? Сейчас мы поедем на медицинскую скейтингу и подожди покурить. А, ну еще раз в действии не умеет. Можно мне тигарету почеку покурить? Люди, выпивающие в аэропорту, делятся на две категории. Те, кто прибухивают в уголочки, втихаря, и не палятся ни словом, ни делом. И те, кто нашвыриваются полной грудью и, как следствие, вступают в конфликт с бдительными работниками аэропорта Кольцово. 29-летняя женщина находилась в аэропорту Кольцово, намереваясь вылететь на отдых в Турцию. Находясь в зале вылета международного сектора аэропорта города Екатеринбурга, вступила в словесный конфликт с работником аэропорта, в связи с чем был вызван наряд полиции, который установил у пассажирки состояние алкогольного опьянения. Представителям авиакомпании принято решение об отказе данному пассажиру в перелете по причине нарушения правил предполетного поведения. Сотрудниками транспортной полиции нарушительницы доставлено в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово для составления административного протокола. Мы достоверно не знаем, об этом в официальном релизе транспортных комитетчиков не сообщается. Но, судя по замечанию полицейского, эту дамочку еще в не очень сильно накиданном состоянии оформили по административке за пьянство в общественном месте. Ну и вроде бы как отпустили обратно в зал вылета, но она продолжила злоупотреблять и усугублять. В итоге в Турцию 29-летняя нашвыренная туристка не полетела. Ее отправили в больничку на освидетельствование и в ее крови медики обнаружили 0,9 промилле алкоголя. Для женщины этого вполне достаточно, чтобы начать барагозить, возмущаться и даже чтобы пнуть полицейского в живот и попасть под уголовную статью. До пяти лет зоны. Ну то есть женщина хотела отдохнуть и она точно отдохнет. Вопрос когда и где. Все-таки в Анталии или же в исправительной зоне за пределами Свердловской области. Ибо в наших широтах нет колонии для первоходок со статьями средней степени тяжести. Вы меня затержали. Я должна была улететь. В настоящее время следственными органами проведен осмотр места происшествия. Допрошены сотрудники транспортной полиции, представители авиакомпании. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения наличия и тяжести телесных повреждений у сотрудника полиции. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Продолжение следует...